Всем привет! Это Сафронов, а это... Пам-пам-пам! Ну, известный моим зрителям или просто зрителям The Corpse или Global Bros. У них сейчас пропал The Corpse надпись, почему-то, ну, неважно. В общем, такие солдатики. Я показывал их в первый год ещё существования канала и многие, они понравились, мне они понравились. В общем, много всякого прикольного было. И они были дешёвые, классные, качественные, интересные. Не было аналогов. Что же произошло почти за пять лет? Ну, вот, перерывчик был такой, да? Ничего себе. Произошло вот что. То, что у них появилась куча всякой техники. У них появились разные наборы, новые персонажи. Ну, практически всех я показал. И у них также появились косяки в виде левых совершенно фигурок в наборах, в виде повышения цены и так далее. Ну, короче, есть ещё и замечания тоже. Давайте посмотрим, что же я сегодня притащил. Много разного всего расскажу. Об этом я сейчас шучас. Начнём с того, что такое The Corpse. Точнее, Global Bros. Ну, кто как помнит, тот так и называет. Короче, это солдатики. Весьма подвижные, качественные, классные. И есть ещё только одни солдатики, забыл, как называются, которые мне меньше нравятся, чисто визуально. По сути, больше нету аналогов никаких. И плюс они очень дешёвые. Правда, в связи с ростом бакса, падением рубаса, деньги другие стали немного. И стоимость производства на китайских заводах, всякие игрушки делаются в Китае, тоже возросла. Поэтому они стали стоить дороже. Однако, на них частенько бывают распродажи. А тем более, сейчас у меня есть подозрение, что будет новая серия, потому что где-то уже мелькали, что будут новые фигурки. И сейчас распродажа вот была, я взял в детском мире, практически по старым ценам. Такой набор обошёлся мне 270 рублей, там фигурка где-то 100 рублей, две фигурки там, 160 рублей было по распродаже. В общем, классные всякие цены на такие фигурки. Вот такой вот набор. Сейчас я расскажу о его проблемах, о его плюсах, о его минусах. Производит сейчас компания, где-то тут написано, Ланард. Вот, Ланард. Ещё есть эти чуваки от, по-моему, играем вместе. То есть, они заказали. Но их не советую брать, потому что там качество хуже, говорят. Так, вот такой вот, значит, красивые яркие коробки всех. Всё это как бы, как солдатики сами по себе классные, так и коробки прикольные. Вот такой сет, например, из трёх солдатиков. Но он с подвохом. Он, конечно, и с плюсом, и с минусом. Сейчас, секунду, я ищу другие наборы, чтобы мне не свалились тут. Вот так. Так, он, конечно, и с плюсами, и с минусами. Но давайте с плюсами. И вначале посмотрим, что такое за вообще The Corpse. Вот такие солдатики. Вдруг кто не знает, у них подвижно. Руки, ноги, всё это двигаются. А-ля, улю, классненько. Всё окей. Классно, круто. Можно в руку какую-нибудь пушку дать. Вот, например, такую вот пушку дать. И вот такой классный солдат. Голова поворачивается, руки вот так крутятся, торс. В общем, сгибается всё. И качество хорошее, и покрас классный, и всё, всё норм. Следующий это, вот, например, такой приятель. Ну, какой-то тоже, типа, явный такой, знаете, супермен. Ну, не супермен, супергерой. Ох, классно. Сейчас дубинку получилось положить на плечо. Смотрите, какой он. Клёвый такой. Рэмбо практически с такой прической ещё. Тоже классный. Видите, у них разные костюмы, разная форма, разный покрас. Сзади, конечно, покрашено всегда так на отвали. Но это ладно, зато спереди хорошо покрашено. И бошки их тоже классно покрашены. Ребята, то есть, отлично выполнены. Ну, и разные оружия есть. Вот тут можно там пистолет дать, или вот это вот, смотрите, какое. Какая штуковина крутая. Можно тоже её дать, например, в руку, или иной фигурки, и тоже будет круто смотреться. В общем, прикольные чуваки для игры вообще от нас. Есть ещё и интересное в комплекте. Где-то есть мотоциклы, где-то есть какие-то другие мотоциклы, а в этом была, вот, был вот такой беспилотник. Я так понимаю, что он для сюжета, то есть, ну, как бы, типа, вот есть беспилотник, который там сейчас сорвёт, я не знаю, белый дом, или что-то ещё. И должны они освободить, есть злодей, типа, и они должны этот, что-то этот беспилотник может взлететь и всех уфигачить, например, просто, ну, напрочь снизу. Сделан, конечно, так, халтурно, но, типа, есть в комплекте. И ладно, смотрите, у нас два солдатика, беспилотник, оружие, и один солдатик невероятно халтурный. Он просто сделан из другой коллекции, сделан здесь просто лишь бы он был, и у него очень странный внешний вид, но как в плане, внешний вид у него нормальный, он похож на солдатиков Чап Мэй, если бы все такие солдатики были. Но у него вообще ничего не двигается, кроме вот здесь вот соединения в плече. То есть, поймите, вот эти солдатики, которые могут вот так вот крутиться, вертеться, круто, и вот такое вот. Я понимаю, когда ребёнок смешал разных солдатиков в коробке и перепутал их, это одно, но когда производитель, это выглядит как халтура и попытка втюхать нам совершенно левого солдатика. Здесь должен был третий быть такой же подвижный, как и все. А это, ну, я считаю, что это недобросовестно поступил производитель, и ему за это стыдоба, позор и ланарт, и детский мир, и все-все-все. В общем, я стыжу вас за этого солдатика. И они бывают в некоторых наборах, присмотритесь, их видно. То есть, так этот не встанет в такую позу у этого, да, есть ограниченность в подвижности, зато эти в крутой позе стоят. Но это неправильно. Короче, вы меня поняли. Солдатики все должны быть одного формата. Если вы покупаете, ну, я не знаю, Фёрби там, допустим, они все должны быть Фёрби электронный. Вдруг вместо электронного Фёрби у вас, я не знаю, Фёрби пластиковый, просто он ничего не делает. Но при этом, как бы, у вас написано, набор из трех Фёрби стоит как три Фёрби. И там пластиковый Фёрби вдруг внезапно ничего не делает. Ну, здесь вот то же самое. Вот. Следующий набор я хочу показать крутой и очень дешевый был за даже 300, ну, 300 рублей, по-моему, стоил, или 320 рублей стоил, в общем, по распродаже. Это набор с фигуркой и самолётом. Здесь прямо вот это щедрая скидка и за такой крутой набор. И как раз вот просили на технику сделать, и я делал. Тут ещё есть вот такой вот вертолёт я показывал когда-то ещё давным-давно. Такой самолёт был. Лодка не особо интересная. Ну, в общем, из этого комплекта, поскольку он, наверное, старенький, самолёт лучше всего. По крайней мере, мне так кажется. Вот. Такой вот самолёт с фигуркой. Сейчас достану, распакую. Очень круто упакованный. Прям как, знаете, вот я смотрел американские фильмы, там всякие игрушки были на новогодних распродажах, дети получали. И думаю, вау, вот это круто упаковано, как экшн-мены всякие и так далее. И вот это сейчас напоминает примерно то же самое. Ну, круто же. Ребята, будете собирать, разбирать такой набор, обязательно вскрывайте полностью коробку, можно ведь сломать его. Смотрите, какие адовые крепежи. Прямо отвинчивать надо. Если бы так пытаться силой достать, может, что-нибудь оторвать. И не спешите выкидывать коробку, потому что здесь есть ещё типа коллекционные карточки. Она на карабинчике. К мне карабинчик может пригодиться. Вроде кажется, что это от упаковки какая-то часть просто, но нет, она вот здесь вот так вот отдельно выделена. Карточка с досье. Ну, сзади ничего интересного. А тут написано, что чувак у нас из России. Иван Кондор Лушка. Вот. И данная фигурка тоже сделана в формате тех чуваков, которые были, так, поворачивается торс, да, поворачивается, ноги сгибаются, сгибаются. Вот, видите, нормально, а не вот это вот. Нормально. Хотя вот, ну, ха-ха, ладно. Ну, вы меня поняли, моя мысль. А в том, что, может быть, кому-то нравится такая фигурка, но, короче, если бы это была серия фигурок. Вот. Автомат у него можно взять и дать, например, в руки какой-нибудь другой игрушке, хотя бы. Даже автомат у него сделан из резины, а не из пластика, как у тех. Странная тема. Выглядит, конечно, не очень. Так, ну, у нас, ладно, Иван Кондор Лушка в шлеме, который не снимается. Вот такая фигурка в шлеме. Это нормально тоже для таких фигурок. Даже хорошо, не потеряете. И для игры, опять же, это такие игровые, в первую очередь, штуковинки. Классные, классные, прикольные. Вот. Вот, видите, вот он в одном формате. То есть... О, кстати, они еще разного роста. Тоже здорово. Я не помню, замечал этого или нет. Вот, видите, чуть повыше получается Иван Кондор. Ну, а теперь к самолету. Самолет. Самолетик. Самолет. Вы знаете, этот старенький, видимо, и такой совсем простенький. Видимо, поэтому на него самая большая скидка была, потому что у него нет никаких особых функций, и сам по себе он такой легкий, и такой простенький, ничего особенного, но зато, типа, в игровой этой системе, и плюс стоит недорого с фигуркой вместе в комплект сразу идет, ну, и поиграться прикольно можно. Хотя у него качественные все элементы, в основном все и вот эти вот штуковины, это покрашенные, это не части, не наклейки, которые испортятся со временем. Здесь такие вот мягкие пластиковые крылья тонкие, так что они должны сломаться. Все сделано неплохо. Пластиковый колпак такой, который, к сожалению, просто так не открывается. И вот здесь эта проблема такая присутствует. Ну, сейчас мы к ней вернемся. Снизу серый просто пластик, и ракетки, которые не запускаются, а просто можно их снять и кинуть в кого-нибудь. И там бам-бам, вот так. И обратно потом прицепить. Главное попасть. Почему-то вот они сделали что-то. Можно вставлять, чтобы они держались лучше, наверное, только вот одной стороной эти ракетки. Но зато можно менять местами. Вот. Такие ракетки и такой самолет. Проблема с колпаком, у которого слишком какая-то мощная застежка, вот здесь вот, точнее, этот крепеж. Я как ни пытался, кроме как ножом подцепить, даже немножко поцарапал колпак, не смог. Может быть, нужно под... Немножечко срезать вот это крепление. Можно немножечко убрать слишком большой этот язычок, который крепит. Потому что и так вроде, вот смотрите, и так вроде нормально. А если чуть-чуть ещё он будет туда заходить, то будет идеально. А так, как-то странное конструктивное решение. Ну, фигурку зато можно посадить. Смотрите. Опа. Вот так сажаем сюда фигурку. Никакого штурмала нет. Управляется, видимо, силой мысли. Вот. Закрыли. Главное потом открыть. И улетает фигурка. Учитывая, что его стоимость, ну, такая как бы относительно других многих фигурок, смешная, то хорошее решение и, в принципе, прикольная штука. Но никаких особенностей каких-то суперкрутых у него нету. Просто особенно, его суперкрутая особенность то, что он дешёвый. Ну, а теперь покажу то, за что компании Larnar должно быть стыдно. Точнее, тому, кто это выпускает. Короче, вот такие коробочки. Они вышли какое-то время назад и они называются новобранцы. Global Bros также выпускает, по-моему, вот только не вижу, Larnar не Larnar. Кто это выпускает? Уполномоченный, ттт, China, China, Joe. И тут нигде не написано, что это короче Larnar вроде как. Видите? Просто новобранцы, но при этом Global Bros. И, внимание, посмотрим на этого новобранца. Это не новобранец, это какой-то не знаю, новогадёнец, потому что посмотрите на его внешний вид. Посмотрите, это опять же переделанная фигурка Chap May, точнее, не переделанная, перекрашенная. Причём, довольно плохо. Опять куски не покрашенные, здесь какие-то дыры в покраске, здесь непонятно покрашена тоже частично, естественно. Вот такая вот фигурка. Причём, стоит она столько же, сколько и эта фигурка, но учтите, что это совсем другая по подвижности, просто вот такой вот оловянный практически болванчик. Ну, у него есть зато типа оружие. Да, стоимость небольшая, но это никакие не новобранцы Larnar, это просто какие-то левые фигурки. А здесь вообще, смотрите, классная снайперка, ребята. Причём, её вряд ли можно будет исправить нормально, потому что она будет возвращаться, она из такой вот мягкой резины. Вот. То есть, это вот скорее к этим ребятам туда, друзья. Потому что, ну вот сравните, насколько круто сделана эта фигурка, подвижность, может руку вбок, влево, вправо, насколько классно прокрашено лицо. и, собственно, ну, можно увидеть невооружённым взглядом, что эти фигурки в корне отличаются. Эти фигурки просто впихнуты вот в этот формат Global Bros нечастным образом. Я считаю, что за это должно быть стыдно, и это плохо очень. Не надо такое продавать, и вам, я советую, такую не покупать, бойкотировать компанию Larnar и не покупать вот этих солдатиков. Их можно купить гораздо дешевле, чем 100 рублей. Реально, это Чап Мэй, которые стоят копейки, которые раньше продавались и за 20, и за 30 рублей со солдатиком можно было найти, ну, или там в фикс-прайсе за 50 рублей. Но сотку переплачивают за то же самое, и это никакого отношения к этому не имеет. Так что, я считаю, что вот это, это, это как подделка практически под Larnar, хотя, хотя, я думаю, что просто наши какие-то импортеры, те, кто локализует, так поступили. Не знаю, но это не круто. Должны скоро выйти новые солдатики. Где-то в Штатах появились, по-моему, уже на прилавках появились новые персонажи, новые солдатики, потому что вот эти довольно старые все, и вот эти, и вот эти, и пилот даже был, но появились новые, и, наверное, они появятся у нас с распродажей, скидка. И такой вот вертолет еще есть у меня сегодня на обзоре, и тоже он недорого стоил, что-то порядка, ну, где-то, может быть, около 500 рублей стоил такой, по-моему, вертолет. Здесь, правда, нет фигурки, просто вертик и ничего более, но он зато со свето-звуковыми эффектами и типа новенький. Итак, вот такой вертолет, у него, оп-оп, теперь нормально все, классно, довольно сделано, только немножко тоже мультяшный, но прикольный, материалы хорошего качества, правда, конечно, основной покрас с этой стороны, посмотрите, здесь такие желтенькие эти, а здесь, как водится, как у нерфов, покрашено только круто с одной стороны, а с другой стороны так себе, однако, классные вот эти полупрозрачные элементы, стекло кабины и штурвал, здесь даже, есть он так чуть-чуть даже, его можно вот так в сторону отводить, видимо, чтобы туда посадить какого-нибудь чувачка. Собственно, все, у вертолета функции вот она, это первая функция, это вторая функция, ну ладно, нет, у него есть еще свето-звуковой эффект, давайте посмотрим, вот кнопочка и... да, довольно здорово, что она есть, функция, то есть, а, смотрите, еще и крюк есть, который можно цеплять кого-нибудь, очень классно тоже, и вот этого я не видел, кстати, крюк, это здорово, есть рукоятки, видимо, за которые можно схватиться, могут здесь схватиться, могут, конечно, и здесь как-нибудь схватиться, можно, ну, типа, как будто, знаете, такие десантники и так далее, или как будто кто-то злодей схватился, или наоборот злодей улетает на этом вертолете, и чуваки пытаются его достать, опа, сейчас штурвал, возьмемся, вот так вот, немного смешно выглядит, не знаю почему, вот такой вот, типа чувачок здесь сидит, сейчас попробуем посадить его прям точно, вот так, вот так посадили, ну, типа вот так вот сидит, даже, видите, как-то нормально, может даже две туда запихнуть, мне кажется, фигурки, давайте попробуем, почему бы и нет, давайте одну, подвинься, подвинься, один такой, типа, как я буду управлять, он такой, неважно, сейчас, подвинься, я тоже хочу покататься, две фигурки, но это эксперимент, прям вот для вас, оба, оба, ну, при желании, вдруг один решил покатать другого, вот так, вот прям такое лицо, как будто он его, правда, катает, так, вот, одну фигурку вообще норм, остальные могут схватиться и прокатиться, так, с ветерком, налегке, так, держись, ты будешь держаться, да, нормально, можно так, в общем, игровой вертолет, тоже из очень крутого материала, сделан, все хорошо, все прочно, еще крюк есть, еще и свето-звуковые эффекты, вот, можно кнопку нажать, и полетел, такой вот красный огонек там, ну, забавно это, учитывая стоимость не очень высокую, правда, жаль, что фигурки нет в комплекте, типа, докупите, но получится и с фигуркой, то 600 с чем-то рублей в распродаже, 100 рублей фигурка, и, там, значит, у нас получается 500 рублей, с небольшим вот этот вертолет, такая вот коллекция, у меня на сегодняшний момент давно Ланарт не было, поэтому ставьте большие пальцы вверх, и расскажу вам еще в других выпусках про другие фигурки, про плюсы, про минусы, про какие-нибудь подводные камни, и главное, что покажу вам гигантский вертолет, который занимает, у меня чуть ли не весь стол, но пол стола точно займет, даже не знаю, как его показывать, он огромнейший, в общем, друзья, не забывайте ставить большие пальцы вверх, это приятно, здорово, для канала спасибо вам скажу за это большое, вот такой сегодня получился обзор на Ланарт, давно многие просили, да и мне с вами было интересно, я сейчас все откладывал, откладывал, и вот, все, на этом все, пока-пока, сейчас как-нибудь так расставлю для превьюшечки, красиво, чтобы вы видели, Ланарт, The Corpse, и, кстати, чуть не забыл вам показать, на картинке, вот, на этой есть самолет, видите, он другой, отличается от этого, другая кабина, по-другому, видимо, раскладываются вот эти крылья, здесь светозвуковой эффект, еще есть в этом самолете, но его пока не видел, если увижу, и вам понравится этот обзор, то покажу его, вот теперь все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok